Эдиус имеет обширные настройки уровней звука, баланса, а также позволяет добавлять к аудио, различные звуковые эффекты. Существует несколько способов регулировки уровня звука и баланса в программе. Сейчас мы рассмотрим некоторые из этих способов. Одним из них является регулировка уровня звука и баланса непосредственно на тайм-линии. Для этого необходимо в панели треков щелкнуть по кнопочке expander в виде треугольника, после чего трек расширяется и генерируется звуковая волна данного трека. Щелкнул по вот этой вот кнопочке, мы получаем доступ к регулировкам уровня звука. также можно еще раз щелкнул по этой кнопочке, получить доступ к регулировке панорамы или баланса. Регулировку осуществляют линиями, которые находятся на тайм-линии. Желтая линия отвечает за регулировку уровня звука, а синяя линия отвечает за регулировку панорамы. Переключение происходит вот этой кнопочкой. Для отображения визуального индикатора необходимо щелкнуть кнопочку view, в открывшемся окне выбрать overlay и включить статус. После чего индикатор будет отображаться в окне монитора тайм-линии. регулировка уровня звука на тайм-линии происходит в ключевых точках, которые устанавливаются нажатием левой кнопки мышки на желтой линии. Вот как видите вот сейчас, передвигая эту ключевую точку в выбранном обаме месте, можно увеличивать или уменьшать уровень звука. Видите загорается такой прямоугольник, в котором отображается уровень звука в децибелах и в процентах. Уровень можно изменять также между двумя выбранными точками. Для этого необходимо щелкнуть на тайм-линии, чтобы появилось две точки. Вот так вот, например, и между ними можно увеличивать или уменьшать уровень звука. При этом до выбранной и после выбранной вами точки уровень звука изменяться не будет. Таким же образом на тайм-линии можно регулировать панораму. Для этого необходимо щелкнуть по этой кнопочке, переключиться в режим регулировки панорамы и передвигая панораму к левому правому каналу производить регулировку. Как мы уже говорили, регулировка панорамы производится с синей линией на тайм-линии. Вот как я сейчас вот делаю. Также регулировка происходит по ключевым точкам, которые вы можете установить на тайм-линии в необходимых для регулировки в местах. Выбранные ключевые точки можно удалить, щелкнув правой кнопкой и выбрав в открывшемся окне Delete All. После чего уровень принимает то значение, которое было до регулировок. Давайте более детально рассмотрим те виды корректировки, которые можно сделать, щелкнув правой кнопкой мышки по ключевой точке. Значит Move регулирует громкость либо баланс, либо тайп-код. Move for Ligning Points регулировка выбранной и следующей точки в одно значение. Add Points and Move Добавить две точки между выбранной и последующей точкой для их регулировки. Move All установленные ранние точки перемещаются так, чтобы сохранить пропорции к значению установленному выбранной точке. Move All on Skyl регулирует громкость либо баланс всех точек в установленной пропорции. Если выбрать этот вид корректировки, то открывается окно диалога регулировки громкости, либо панорамы, где можно задавать значения, которые вам необходимы для громкости или уровня звука, либо же для панорамы. Для того, чтобы установить панораму ровно посередине, необходимо щелкнуть по этой кнопочке выбрать регулировку панорамы, после чего щелкнуть по синенькой линии панорамы, либо по ключевой точке и в открывшемся окне выбрать пункт меню центр, после чего панорама установится в среднее положение. Также в программе EDIUS можно нормализовать уровень звука на выбранное нами значение. Для этого необходимо по треку звука щелкнуть правой кнопочкой, в открывшемся окне выбрать пункт меню нормализовать и вручную задать то значение уровня звука, которые мы хотим иметь в нашем видео треке. После чего щелкаем ok и уровень звука будет применен к выделенному видео треку. Все эти настройки можно применять ко всем аудио дорожкам, которые присутствуют на тайм-линии. Как к дорожке VA, в которой присутствует аудио трек, так и к дорожке аудио трека 1А либо 2А. Щелкнув по кнопочке expander и активировав выбранную дорожку. Для регулировки уровней звука и панорамы можно использовать также аудио микшер. Для этого необходимо щелкнуть кнопочку view, в открывшемся окне выбрать аудио микшер, щелкнуть по нему, после чего открывается окно аудио микшера, в котором можно регулировать общий уровень звука, а также уровень звука каждого трека в отдельности. Для этого нужно щелкнуть вот эту вот кнопочку, в открывшемся окне выбрать трек, после чего регулировка уровня самого трека становится доступной. Таким же образом мы сделаем доступной регулировку трека 1А, щелкнув кнопочки трек, видите сейчас ползунки передвигаются все, регулируется общий регулятор. Если после этого нажать кнопочку воспроизведения, то можно регулировать уровень звука каждого аудио трека, общий уровень звука, видеть как отображается уровень звука каждого трека, и также как отображается общий уровень звука в окне монитора таймлинии. Для записи дикторского комментария вам необходимо подключить микрофон к компьютеру и щелкнуть вот эту вот кнопочку. Открывается окно, в котором мы можем регулировать уровень чувствительности нашего микрофона, также можем выбрать место, куда мы будем сохранять аудио файл дикторского комментария, либо в окно проектов, либо на трек непосредственно на таймлинию. Щелкнуть кнопочку старт и начнется запись дикторского комментария. После чего для сохранения нужно щелкнуть кнопочку YES и файл вашего дикторского комментария сохранится в выбранном вами треке, либо отказаться от сохранения. Щелкнуть кнопочку NO. Все.